всем привет вы на канале хвост 4 лапы и это видео будет полезно всем у кого есть кот кошка ну или котенок если в вашем доме живет кошка то скорее всего вы сталкивались с такой проблемой как подранные обои наш кот пиля тоже не исключение у нас квартире есть одно местечко где он тайком об стену точит свои когти конечно это неприятно и мы постоянно ему ругаем он сам знает что это нельзя делать но ничего собой поделать не может так вот сегодня я расскажу как мы решаем эту проблему думаю с этим сталкивался каждый у кого в доме есть кошки вот ребята угол где наш пиля очень любит точить когти вот это вот место здесь уже не раз меняли целую обоину ставили заплатки бесполезно он все равно продолжает все это вот дербанить мы хотим сегодня все это подклеить опять залатать поставить заплатку придется и сверху прикрепить как те точку которую мы для него купили как те . новая которую сто процентов которую он сто процентов будет точить когти пусть он лучше об нее точить чем об обои вот тут как тут нарисовался пиля а выручит нас а такая картонная как те . которую мы купили за 298 рублей 40 копеек на мой взгляд это вообще просто смешная цена и хватит этой когтеточки ну на год точно кошки обожают картонные как те точки это я вам говорю точно вот этой как наши как те точки наверно года два если не ошибаюсь мы уже меняем такую картонную улегся вот эту вот картонную штуку я покупала такую же когтеточку и вырезала вот этот круг вот такой круг у нас остался еще на такой кусочек у нас счет остался и сегодня хочу заменить вот эту вот карте . вот видите он как только видит ее сразу точит когти он ее просто обожают эту когте . все вот грязюшка осталось от этого никуда не денешься но это лучше чем подранные обои вот заменила я как те . и теперь наш пиля будет спокойно точить когти еще целый год эти только заменила он уже сразу точек когти вот так молодец умница обязательно нужно котика похвалить молодец молодец я знаю что некоторые горе хозяева удаляют своим котиком когти делают такую операцию на как-то каким-то таким словом страшным называется так вот мне кажется удалять когти кошки это просто преступление это то же самое что ребенку удалить ногтевые фаланги пальцев например за то что он ковыряется в носу или там на заборе написал плохое слово это как те . у нас стоит в зале и в зале у нас ничего нету подранного он у нас ничего в зале не дерет обе так что вот а вот эту когте . мы сегодня прикрепим к стене давайте вместе с вами и и сейчас откроем кстати забыла сказать что с каждой картонной когте . идет вот такой пакетик с кошачьей мятой обе вообще пили его никогда не любил а сейчас вот просто пиля ты что ты что стой в общем это кошачья мята просто посыпается на когте . сейчас мы немножко вот на эту когте . посыпем и немножко оставим вот для этой вот так вот посыпаем все она туда проваливается и не высыпается фу как она воняет вот так выглядит это когте . кстати нам тут положили даже два календарика на 2020 год оба не тут ходит пили и достает все понеслась возня это уже третий или четвертый раз точит когти так вот вот так вот выглядит это когте . на нее посыпают вот эту вот кошачьи мяту и ее можно прикрепить к стене кстати здесь по моему на ней так и написано что до фракции травяной смеси недоступны для животного так как находится в ячейках на самом дне коробки и при необходимости когте . можно расположить вертикально что мы и будем сегодня делать закрепив ее на стене с помощью длинного самореза прямо сквозь блок вот так но нам для этого нужно дождаться нашего папа вот так мы заделали угол пришлось прилепить заплатку вроде не сильно видно сейчас мы будем крепить когте . вот что у нас в итоге получилось теперь вот так выглядит наш угол мне кажется гораздо лучше чем с ободранными обоями при нас пили точить когти не будет потому что знает что ему этого нельзя делать ну а в тайком все равно его тянет на это место и теперь мы надеемся что он будет точить когти не об стену не об обои а именно об когте . ну в принципе я больше чем уверена что теперь он будет когти точить вот здесь